Приветствую, друзья. Это Ньюсейдер, я Александр Кушнер. 12 октября Украина получит впервые долгожданный план конкретных шагов по уступлению в НАТО. Эту беспрецедентную новость объявляет газета The Washington Post. Это уже будут не просто общие обещания о том, что украинцев примут Североатлантический альянс когда-нибудь после того, как закончится война. Нет, речь идет уже о конкретике, то есть перечень пунктов, которые нужно будет выполнить украинцам для того, чтобы стать частью самого мощного в истории военного альянса. И нет сомнений, что вот такое вот обещание и такой план Украина получит именно потому, что сейчас демонстрируют успехи на поле боя. На самом деле, да, это именно успех Украины отнюдь не России. Парадоксально это, несмотря на то, что Россия вроде бы наступает. Я просто хочу напомнить, что в Первой мировой войне Германия тоже наступала, ее войска тоже находились на территории противника, а на территории самой Германии не было ни одного вражеского солдатского сапога. Однако, напомню, Германия капитулировала. Вот и с Россией происходит то же самое. Конечно, она топчет украинскую землю. Конечно, она вроде бы проходит по 100, 200, 300 метров в день где-нибудь на Донбассе каждый день. Но тем не менее, скажите, пожалуйста, а что будет с Россией через 3, 4, 5 месяцев? Мы сделали уже целый ряд больших материалов на эту тему, которые показывают, что то, что делает бучанский мясник Владимир Путин, называется гибридная война. Он пытается всем запудрить мозг и украинцев, и западному сообществу. Он стремится напугать вот этой вот большой ордой, которая, погибая в немеренных количествах, создает впечатление, что у Путина этой орды вообще бесконечное количество. Но военные эксперты, например, в той же газете The Times уже подсчитали, когда именно у бучанского мясника начнет заканчиваться живая сила. Большие проблемы у Путина начнутся уже в следующем году. Российская сранча будет выдохшаяся, а вот украинцы смогут пойти в большое контрнаступление. Все это, конечно, учитывают в странах Альянса и понимают, что вполне возможно уже в следующем году украинцы смогут начать отвоевывать свои территории, учитывая, что у них сейчас налаживается и внутреннее военное производство, и что военная поддержка Запада не ослабевает, и что у украинцев готовятся новые бригады. А это означает, что к концу 25-го года в ИСУ смогут вернуть себе ряд довольно крупных территорий. А в 2026 году вполне вероятно выгонят российскую сранчу с большинства территорий. В 2027 году вполне возможно, что украинцы выйдут на границы 1991 года. Да, вот так это будет выглядеть в условиях, когда Россия погружается во все больше экономический кризис, а следовательно и военный кризис. И это мы еще не подсчитали ситуацию, при которой Саудовская Аравия теперь уже практически гарантированно серьезно нарастит добычу нефти, чем уронит цену на черное золото до таких уровней, когда российская марка Юрус будет торговаться по цене 20-30 долларов, что означает банкротство российского бюджета, а следовательно банкротство ее военного бюджета. Да, вроде бы Россия в следующем году увеличивает свой военный бюджет еще на 30 миллиардов долларов, то есть 150 миллиардов. Но на самом деле это все-таки попытка угнаться за инфляцией, а вовсе не стремление нарастить что-то в плане военного производства. Нечего наращивать, у России нету таких мощностей. Плюс 30 миллиардов, это просто чтобы сохранить нынешнюю интенсивность боевых действий, ну собственно говоря, на нынешнем же уровне, чтобы в 25-м было не хуже, чем в 24-м. На самом деле будет хуже и будет неизбежно хуже. И Путин это знает, и Запад это знает. И все это, конечно, собственно, прекрасная основа для того, чтобы начать уже приглашать Украину в НАТО. В конце концов, ведь мы все прекрасно понимаем, что лидеры стран Альянса, я имею в виду ведущих стран Альянса, никаких-нибудь предателей Альянса и симпатизантов Путина, как тот же премьер Словакии Фицца или премьер Венгрии Виктор Орбан, неоднократно говорили, что Украина, безусловно, станет следующим членом Альянса. Это говорилось на разных саммитах, в том числе и на последнем. Это говорилось лично украинским руководителям. Это многократно произносилось так или иначе в самых разных дискуссионных кругах и на самых разных дискуссионных столах. Поэтому, конечно же, не нужно удивляться, что 12 октября этот торжественный шаг наконец будет совершен, Украина получит вот тот самый конкретный, прописанный четко путь в НАТО. И это, конечно, важно еще и потому, что речь идет о, в общем-то, самом главном моменте вот в этой войне. Я говорю, конечно же, о том, что прямо сейчас на Донбассе Россия теряет свою самую подготовленную силу. Да, Россия демонстрирует в Донецкой области все, что у нее есть. А Украина, а тем более Североатлантическая Ленция, еще даже не начинали показывать все, что у них есть. Украина, на самом деле, только находится в первой половине своего пути к наращиванию своего ФПЮ-производства, своих вооружений, своих ракет. Да, я говорю и о баллистических ракетах, и о крылатых ракетах. Они все еще пошли не то, что в серию. По большому счету мы имеем дело с единичными экземплярами того же Нептуна, не говоря уже про баллистическую ракету Гром. А представьте, когда все это появится, в следующем году полетит по дальним российским тылам. Понятно, многое будет зависеть от президентских выборов в США. Если побеждает Камала Харрис, здесь нет вопросов. Собственно, вот тот план, который я писал, это выход на границы 1991 года в 1927 году, это вполне реальные возможности. Ну, может быть, это будет не именно так, но, в принципе, общая тенденция будет такой. Если победит Дональд Трамп, на самом деле и здесь тоже, как мы увидели по последней встрече Трампа с Зеленским, все может вполне обернуться в пользу Украин. Почему? Да потому что Дональд Трамп, он может для своего избирательного цикла сейчас говорить все, что угодно против Зеленского и против Украины. Но мы видим, что как только Трамп встречается с Зеленским лично и говорит с ним тет-а-тет, то он немедленно меняет лицо. Он объявляет о том, что много нового узнает о том, что происходит в Украине. Он хвалит Зеленского и он говорит, что, конечно, Украина заслуживает сочувствия. Поэтому, если предположить, что и он станет главой Белого дома в 2024-2025 году, то, соответственно, я допускаю, что под общим давлением и благодаря тому, что на Трампа можно воздействовать эмоционально, показывая ему картинки. И в конечном итоге, в связи с тем, что Трампу просто рационально объяснят, как важна Украина с точки зрения, даже пусть сохранения Америкой своего политического, а следовательно финансового веса на международной арене, неизбежно Трампу придется идти в итоге по тому же самому пути, по которому сейчас идет администрация Джо Байдена. Может даже и усилить поддержку Украины. Как бы то ни было, ясно, что нынешний Рамштан является либо последним, либо одним из последних до окончания каденции Байдена. Ну уж точно последним до президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября 2024 года. Поэтому Байден, очевидно, хотел бы уйти со своего поста, а это, как вы понимаете, его последняя каденция в любом случае, оставив за собой действительно достаточно важное достижение. И это достижение будет заключаться в уже реальном и более-менее официально оформленном приглашении Украины в НАТО. Украине, конечно, предстоит пройти еще большой и трудный путь. Но то, что такие вот дискуссии о приеме Украины в НАТО начинают оформляться в виде каких-то конкретных документов, вот это уже очень большой прорыв. И это показывает, что на самом деле в Североатлантическом Альянсе совершенно не обращают внимания на угрозы со стороны Путина. Ни на его ядерные угрозы, ни на его конвенциональные угрозы. Никому на самом деле совершенно не интересно, что там бурчит у себя под носом этот мерзкий подонок, который заявляет о том, что для России вступление Украины в НАТО будет большой проблемой, большим вызовом, и что это якобы может привести к мировой войне. Нет. Все прекрасно знают, на самом-то деле, что если Украина становится частью НАТО, то, конечно же, это означает, что Бучанский Мясник, по большому счету, прекращает свои боевые действия по всей линии столкновений, где бы эта линия не прошла. И Бучанский Мясник знает, что он проиграет войну с НАТО, если НАТО по-настоящему включится в эту войну, в считанные дни. Потому что у НАТО, в отличие от Украины, не будет никаких красных линий в плане дальнобойных ударов по российской территории. Не говоря уже о том, что у НАТО в тысячи и в тысячи раз больше возможностей для нанесения таких дальнобойных ударов. Путину утрут нос. Да что там. Ему уже утирают нос, показывая, что на самом деле никаких красных линий его не боятся. И что, соответственно, его историческая миссия по возвращению главных, как он считает, территорий в состав Российской империи проваливается. Вместо вечной славы Владимир Путин получает вечный позор и вечное поражение. Друзья, напоминаю, мы сейчас ведем сбор на 10 дронов «Мавик» разведывательного типа для украинской команды из 47-й бригады ВСУ, которые ранее мы уже помогали аналогичным образом. Целевая сумма 29 730 евро. Собрано 12 528 евро на утро субботы 5 октября. В том числе почти 1500 евро за последние сутки. Если вы хотите помочь этой команде как можно быстрее собрать средства на закупку этих очень важных дронов, которые спасут жизнь украинским бойцам, вы можете сделать это, переведя пожертвования через заблаготворительную литовскую организацию «Хаплон Фоундейшн», чьи реквизиты «Банковский счет» и «Пайпэл-счет» я привожу в описании к этому видео. Там же в описании вы найдете и ресурс, через который можно поддержать наш канал, который существует в значительной степени благодаря вашей помощи. «Пайпэл», «Патреон», «Байми кофе», «Банковский счет» и «Суперспасибо» от YouTube в виде отдельных кнопок под каждым нашим роликом. А теперь видеообращение от бойцов из 47-й бригады, которые рассказывают о своих нуждах. Мы, бойцы 47-й окремой механизованной бригады, потребуем для выполнения боевого завдания «Мавик-3Т», «Мавик-3Про» и «Агродрон». Просим у всех небайдужих долучиться и хотим высловить окремую благодарность для подписчиков канала «Ньюс Эдер» и «Хаплон Фоундейшн». Слава Украине! Героям слава! Спасибо всем, кто помогает в ВСУ, друзья. Ваша поддержка бесценна. Тыл – это гарантия и залог успеха украинских воинов на передовой. Отдельное спасибо каждому, кто спонсирует наш канал. Он существует для вас и ради вас. Мира и здоровья всем. До скорого. Продолжение следует...